А уже завтра стартует досрочное голосование, которое продлится пять дней. Проголосовать заранее можно будет с 10 до 14 часов и с 4 до 7 вечера. Для получения бюллетеня при себе необходимо иметь паспорт или удостоверение госслужащего, водителя, пенсионера, военный или студенческий билет. А на документах должна быть фотография. Кто потерял паспорт, может предоставить справку. Тем временем предвыборная гонка на финишной прямой. На 110 депутатских кресел претендует 490 кандидатов. То есть средний конкурс – 4 человека на место. Наибольшая конкуренция традиционно сложилась в минских округах. В Беларуси и за рубежом организовано более 6 тысяч избирательных участков, которые готовы принять избирателей. Шансы есть определенные. У нас же не откроются завтра участки для голосования, образованные в больницах и в санаториях. Ибо там нет досрочного голосования. Они все откроются только 11 сентября. Все остальные участки, в том числе образованные за рубежом, откроются завтра. Нюансы в том, что за рубеж не отправляются избирательные бюллетени отсюда. Им отправлен образец. И сами посольства изготовят своими силами и средствами по этому образцу, установленному избирательные бюллетени. Председатель Центра избиркома сегодня приняла участие в генеральной проверке работы информационного центра, куда 11 сентября будет стекаться все данные о выборах. Делиться ими в день голосования Лидия Ермошина будет каждые 2 часа с 10 утра и до полуночи. Здесь же можно будет получить оперативные комментарии экспертов, узнать мнения международных наблюдателей. А следить за избирательным процессом будет более 800 представителей в миссии ОБСЕ, СНГ, УДКБ, Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, Парламентской ассамблеи Совета Европы, а также дипломатического корпуса. Освещать выборы аккредитовались почти 700 журналистов.